техническим нокаутом в 10 раунде. А рейтинг, напомню, за 2018 год. Вот здесь они немного прогадали. Кстати, он сделал обращение к своим фанатам. Напомню, что Конор набрал кругленькую сумму 30 миллионов подписчиков. И он сразу же обратился к своим фанатам. 30 миллионов подписчиков! Вау! Спасибо всем! Подписал он вот это фото. Для сравнения, у нашего Хабиба Нурмагомедова 13,5 миллионов подписчиков. Друзья, напишите, кого бы вы хотели видеть следующим соперником МакГрегора и Нурмагомедова. А может быть вы ждете реванш? Емельяненко может снова заинтересовать UFC, но сначала надо ему победить Бейдера. Бейдер это фаворит сейчас. На бумаге шанс Федора нокаутировать соперника в первом раунде, ну максимум во втором, потому что дальше будет все тяжелее. У Федора может просто не остаться сил. Бейдер, кстати, уже проигрывал нокаутами, так что у Емельяненко есть неплохие шансы это повторить. Это последний его поединок по контракту с Белаторой, было бы хорошо поставить красивую точку. «Я думаю, что это будет одно из самых больших достижений в моей карьере, если мне Бог даст выиграть. Потому что Райан, конечно, очень серьезный соперник, он прошел сильнейших, очень достойных бойцов. Если мне, дай Бог, удастся победить, это будет для меня большим событием», сказал Федор сегодня на пресс-конференции. О своем будущем он говорит коротко, сначала нужно победить в гран-при, а потом уже строить планы. А что если замахнуться на UFC? Если вспомнить слова Даниэля Кормье, такой бой – это мечта. Не так давно он снова повторил эти слова и сказал, было бы здорово подраться с Федором. Пока такой вариант выглядит маловероятным, но когда Федор победит Бейдера, почему бы к нему не вернуться? Напомню, что поединок между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером станет главным событием турнира Bellator 214 и пройдет он 26 января в Лос-Анджелесе. У нас это будет утро 27 января. Подписывайтесь, чтобы знать больше.